Здравствуйте, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. С целью своего доклада я в большей степени ставлю иллюстрацию о перечном множественных опухолях и буду стараться минимально затаивать какие-то клинические аспекты. Итак, давайте приступим к примерам. Пациентка, примерно 60 лет, предъявила жалобы на покашливание, одышку при незначительной физической нагрузке и боли в горле при глотании. С этими жалобами пошла лор-врачу, лора смотрел, назначил антибиотики. Эффекта антибиотикотерапия не принесла. Было назначено до обследования, такое как МРТ шеи. При выполнении МРТ была заподозрена опухоль правокрушевидного синуса, которая распространяется на окружающие мягкие ткани и на хрящи гортани. Давайте посмотрим картинку. Здесь представлены Т2-звешенные изображения и Т1 с контрастом. Видим опухоль, которая имеет неодородную структуру гипоинтенсивно на Т2, накапливает контрастное вещество и распространяется на окружающие мягкие ткани, на гортань. Было назначено до обследования, такое как КТ грудной клетки, брюшной полости, и было выявлено образование в нижней доле правого легкого, в котором прорывался сегментарный бронх, и увеличенные внутригрудные лимфоузлы на этой же стороне. И, соответственно, при дальнейшей оценке грудной клетки были еще выявлены субсолидные очаги, которые не позволяют изучить свой метастатический характер. Ну и, безусловно, частично из сканирования мы увидели то самое образование, которое видели на МРТ. Ну, тоже по КТ-картинке был заподрослен именно первичный рак правого легкого с метастазами в крюльных лимфоузлах. Ну и очаги, которые могут быть метастазами, но могут быть не совсем понятны. Была назначена терапия. Что касается опухоли грушевидного синуса, то через те месяца выраженный частичный регресс. Что касается опухоли легкого, то, в принципе, размеры в рамках стабилизации, и этого образования в легком, и в тех субсолидных очагах, и внутрикрудных лимфоузлов. Следующий случай. Пациент предъявлял жалобы на слабость, умеренную одышку, кашель. Ну и в связи с этим выполнил рентгенованные клетки, на котором было выявлено образование. В связи с этим назначено КТ груди-живота, где подтверждено это образование, и назначено МРТ головного мозга для поиска отдаленных метастазов. Соответственно, мы видим, что в нижней доле левого легкого есть солидное образование, в котором также обрывается сементарный бронх. А в головном мозге на МРТ видим гипервоскулярный очаг, который по характеристикам соответствует метастазу. При дообследовании пациента, при трахе уронхоскопии, также было выявлено еще образование надкартаника. Были выполнены гистологические исследования, по которым в надкартанике был выявлен плоскоклеточный рак, опухоль легкого мелкоклеточный рак. По МРТ очень нечетко можно заподозрить опухоль надкартаника. В данном случае ведущий метод диагностики именно был эндоскопический метод, а не МРТ. Но в принципе мы можем его заметить. Потом МРТ было назначено после трахе уронхоскопии, чтобы попытаться визуализировать опухоль надкартаника. Было назначено лечение. Через 4 месяца видим полный регресс метастазов в головном мозге. Через 4 месяца выраженное уменьшение размеров опухоли легкого. И дальше картина стабильна уже была. Следующий пациент, пациентка, точнее, она проявляла жалобы на жидкий стул, похудение, кровь и слизь в стуле. А в анамнезе была лучевая терапия по поводу рака шейки матки около 8 лет назад. Соответственно, была выявлена опухоль средне- и верхнее полярного отдела прямой кишки на МРТ. Жалобы, в принципе, указаны на то, что высокая вероятность этой находки. А в шейке матки опухоль выявлена не была. То есть, в выполненной МРТ на Т2 взвешных изображениях видим образование прямой кишки, которое распространяется в пары ректальную клетчатку. И после назначения терапии видим частичный регресс опухоли. То есть, видим пример, вероятно, индустриарной лучевой терапии опухоли прямой кишки. В следующий случай у пациентки был выявлен рак левой молочной железы и метастатическое поражение левых подмышечных лимфоузлов. Данная ситуация была выявлена на основании жалоб пациентки и последующего выполнения утрозакового исследования. Потому что на КТ, мы видим, здесь картина весьма не специфична. То есть, если бы просто была первичная пациентка без жалоб, мы навряд ли бы утверждали, что это прям рак. Ну, видимо, в левой молочной железе, вот там уже ближе к коже, гипервоскулярный участок, лимфоузел акселярный с умеренно толщинным партикальным слоем. То есть, неподозрительный на опухоль, но, конечно, по КТ утверждать мы не могли бы. Выполнена адгоносохраняющая операция левой молочной железы и с биопсией сигнальных нематических узлов. Действительно, был подтвержден диагноз опухоли и метастаза в сигнальном лимфоузле. А через три года, после данной операции, у пациентки появились очаги в печени. Тут видим гиподенсный очаг с нечетким контуром. Ну, еще грянув с ним несколько очагов тоже можем увидеть. А в теле пожелудочной железы также появился очаг гиподенсный, тоже с нечетким контуром. Вот здесь решить вопрос помогла биопсия, при которой было выявлено аденокарцинома поджелудочной железы. В следующий случай пациент, который жалоб особо не предъявлял, просто при плановом обследовании по данным УЗИ выявлено образование почки. Здесь на слайде видим в левой почке неоднородное гипервоскулярное образование. Было назначено до обследования при выполнении КТ грудной клетки. Выявлено образование нижнедалевого бронхоправого легкого, которое, как видим, по структуре не соответствует опухоли почки. Вот эти опухоли почки, она такая гипервоскулярная, нетородная, а тут не столь гипервоскулярное образование. Это уже заподозрин именно первичный рак легкого. Следующий случай. У пациента в детстве была лимфома Ходжкина. После этого ничего не беспокоило, а последние 8 лет беспокоили боли в животе, выполнены УЗИ по данному поводу, и было выявлено образование печени. Здесь представлено НКТ артериальная и венозная фазы. Видим гиподенсный очаг с нечетким контуром. Также было выявлено увеличение лимфатического узла в корне прижейке тонкой кишки. Выполнена биопсия, гистологически получили леомиосаркому. Была назначена терапия, однако, несмотря на это, у пациента размеры опухолей все равно увеличиваются. И следующий случай. Пациентка около 8 лет назад выполнена мастектомия справа, а около года назад было выполнено иссечение меланомы брюшной стенки. То есть мастектомия справа была. И вот еще через год слева, в левой аксиальной области, выявлено образование гипероскулярное с участками распада. В легких множественные солидные очаги и очаг пониженной плотности в печени. Была выполнена биопсия и подтвердились метастазы меланомы. В результате лечения сперва произошло небольшое увеличение размеров опухолей, однако потом размеры стабилизировались. Это опухоли подмышечной области. Также, что касается очагов легких, то сразу же произошло уменьшение размеров всех очагов и дальнейшая стабилизация их размеров. Очаг печени характеризовался тем, что также произошло уменьшение его, ну и потом в принципе там как стабилизация его размера. Итак, что хотелось сказать в заключении, но, наверное, самым главным хотелось бы сказать, прежде всего, что важна, безусловно, комплексная оценка не только методов КТ и МРТ, но и других диагностических методик, таких как УЗИ, эндоскопические исследования, и самое главное, там, патоморфологических, циологических вот этих исследований, они важны, ну, безусловно, в принципе, в комплексной оценке самой патологии, но если у врача лочевой диагностики они уже есть, то могут склонить его к тому или иному заключению. Вот, хотя, безусловно, по каким-то признакам мы можем заподозрить, безусловно, либо первичном мощный характер образований, либо метастатическое поражение. Ну, это могут быть такие характеристики, как действительно локализация, ну, допустим, если образование в бронхе и какая-то опухоль в малом тазу, то, ну, скорее всего, мы заподозрим, наверное, какой-то первичном мощный характер образований. Характеристика накопления контрастного вещества тоже может помочь с этим. Но следует заметить, что именно наши лучевые методы, они способны оценить, что касается динамики, способны оценить в большей степени динамику размеров, но именно функцию, конечно, мы в оценке функции сильно ограничены. Вот это есть недостаток этих методов. Ну, и если по пунктам, то скажу тоже, такие всем довольно известные вещи, что при выявлении опухоли одной локализации, например, опухоль яичника, то, безусловно, нужно оценивать не только там малый таз, но и живот, и грудь, ну, как для поиска, безусловно, метастазов, так и, возможно, как прилично множественных опухолей. Ну, и из этого тоже следует, что при оценке динамики во время лечения и после оперативного лечения тоже следует контролировать не только ту зону, в которой располагалась перечная опухоль, но и другие зоны. И методы лучевой диагностики при правильных назначениях способны, в принципе, довольно точно оценивать динамику опухолевого процесса, но важно назначать правильные методы лучевой диагностики для определенных зон человека, это тоже важно, допустим, для опухолей малого таза, органов малого таза, тут, безусловно, приоритетом обладает магнитно-резонансная томография. Допустим, для рака легкого, то в данном случае это будет компьютерная томография. Спасибо за внимание. Продолжение следует...